Всем привет! Это видео снято специально для сайта Машмастеру и канала «Всё о стиральных машинах». Сейчас я расскажу о том, зачем я кладу соль в стиральную машину во время стирки. Значит, соль, обычная поваренная соль, это очень полезная штука. А если её добавлять наряду с порошком в стиральную машину, то оно будет сохранять цвет вещей, то есть вещи будут меньше выцветать. Дальше, благодаря соли, порошок будет лучше выполаскиваться из белья. То есть, наверняка замечали, что, допустим, на каком-то режиме постираешь, и вещи потом пахнут порошком очень сильно. У некоторых даже это аллергию вызывает. Так вот, есть два выхода. Во-первых, ставить либо двойное полоскание, но это не всегда, кстати, помогает, либо дополнительно добавлять соль в отсек для кондиционера. Это достаточно серьёзное такое подспорье. Сам неоднократно замечал, что действительно бельё выполаскивается намного лучше. Плюс, ещё момент, вот в зимнее время, когда есть проблемы с тем, где сушить бельё, приходится мучиться. А тут, если, допустим, добавить немножко соли при полоскании, ткань, она сохнет, ну, где-то на час, на полтора быстрее. То есть, может быть, незначительно, но тоже плюс, согласитесь. То есть, я вот уже добавил в отсек для основной стирки порошок. Сейчас я добавлю буквально вот даже меньше ложки, видите, вот соли, обычная поваренная соль. Добавляю её в отсек для кондиционера. То есть, если вы добавите её в отсек для порошка, тоже будет неплохо вместе с порошком, но в отсеке для полоскания оно будет гораздо эффективнее. То есть, закрываем лоток. Значит, бельё у меня уже загружено в барабан. Значит, включаем стиральную машину. Вот в данном случае выбор режима, конечно, за вами, но мне вот нужен быстро 30 в такой ситуации. Значит, ставлю 40 градусов, 800 оборотов. Так, и вот супер полоскание здесь нельзя поставить. Ну и ладно, без него обойдёмся. Значит, дальше. Что мы делаем? Можно, допустим, вот если стирка некоторым нужна не сразу, можно, допустим, отсрочить запуск. Но мне стирка, значит, прямо сейчас нужна, поэтому я запускаю процесс. И всё, дело пошло. То есть, соль сразу же не растворится, так как она в отсеке для ополаскивателя. Ну, нам она сразу и не нужна. Нам нужно именно, чтобы прошёл процесс стирки и в процессе полоскания соль растворилась в воде. Если переживаете за то, что соль не растворится, это не проблема. Потому что, во-первых, ну я ни разу не замечал, чтобы она не растворялась. Это первое. А второе, даже если немножечко соли на одежде останется, там какие-то крупинки, там несколько штук, это, поверьте мне, не так вредно, как там приличное количество крупинок нерастворившегося порошка, который может вызвать кожный зуд, там аллергии и прочие неприятные вещи. Поэтому вот так. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и удачи вам!